Татьяна Краснова год отработала в должности ректора Хакасского госуниверситета. Призналась, что год этот был трудным и смена одной руководящей должности на другую не прошла гладко. По ее выражению, передача эстафетной палочки от ректора ректору состоялась на бегу, и тем движение в течение года не снизился, потому что практически сразу началась подготовка к аккредитации. Когда ты бежишь, картинка у тебя быстро меняется, и тебе нужно включать какие-то другие ресурсы организма. Ты должен все запомнить, как минимум, все понять, ни в коем случае ни в чем не сбиться, и совершенно как-то в пространстве быстро сориентироваться. В итоге аккредитация на 6 лет получена, первый год сложился неплохо. Коллективам ректор довольна, почти полтысячи кандидатов и докторов, но Федеральное министерство образования ставит новые задачи. С 2018 года из федерального бюджета будут финансировать бюджетные места только по приоритетным для страны специальностям. России нужны технари и информатики с высшим образованием, педагоги с современной подготовкой. Другая задача – это усиление знания иностранного языка всеми студентами, которые учатся в университете. Предполагается так изменить методику обучения, чтобы студенты все-таки умели объясниться хотя бы на бытовом, туристском уровне. Примерно так проводит занятие преподаватель английского Татьяна Королева. Часть семинара они говорят только по-английски. Рассказала Татьяна Краснова и о ближайших планах. Они весьма масштабны. ХГУ планирует открыть несколько новых технических специальностей, в том числе горное дело. Уже в мае преподаватели и студенты сельхозинститута и колледжа посадят два гектара овощей. Поле будут возделывать по всем законам агрономической науки, чтобы показать правильные агротехнологии фермерам и дачникам. И еще один грандиозный проект – открыть военную кафедру. За опытом ездили в Красноярск, Барнаул, провели предварительные переговоры в Москве. Требований у Министерства обороны много. Нужно отдельное здание, оборудованный полигон, современные тренажеры. Обучающие комплексы очень дорогие. Приблизительно совокупность обеспечения составляет около 80 миллионов рублей. А еще к лету в ХГУ ждут переселения в новый учебно-лабораторный корпус. Там планируют разместить три института, переселив их из старых корпусов. А в подвале разместят библиотеку с современными стеллажами на рельсах. И самое главное – в ХГУ увеличено число бюджетных мест, а стоимость обучения решено сохранить на уровне прошлого года. Виктор Лушников, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.